МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире нашего телеканала программа и обо всех самых интересных событиях, которые произошли в нашем городе за минувшую неделю, мы расскажем вам прямо сейчас. В Дворце Олега на этой неделе открылась экспозиция «Первая в своем роде». Увидеть все многообразие народов России глазами ученых 19-го столетия мы предлагаем вам прямо сейчас. Народы Российской империи в год ее тысячелетия – 1862-й. Именно такое название носит эта необычная экспозиция. Экспонаты которой приехали в Рязанский Кремль из Государственного музея-усадьбы «Архангельская». 64 иллюстрации из книги «Народы России», которая сразу после издания превратилась в библиографическую редкость, представляют нам население некогда огромной империи дома Романовых. Эта книга очень фундаментальная, очень систематичная. То есть вопросов, посвященных отдельным народам, которые жили в Российской империи в 19-м веке, много выходило изданий, посвященных этим вопросам. Но вот чтобы одно издание охватило масштабы всей страны, такого было, ну, в таких случаях было очень мало. И плюс нужно иметь в виду, на каком уровне это все решалось. Можно было решить на каком-то таком дилетантском, любительском уровне. А вот этот альбом, он был выпущен именно благодаря усилиям ученых с мировыми именами. Автором уникального труда принято считать Густава Теодора Паули, действительного члена русского географического общества. Он и подготовил к изданию этнографическое описание народов России, которое увидело свет в 1862 году. Между тем над изданием работал целый коллектив ученых, которых объединил в одну команду именно Паули. Одни ученые ездили в экспедиции, изучали народы, которые жили и в центре России, и на ее окраинах, и в самых дальних местах. Другие ученые занимались статистикой, они подсчитывали, сравнивали. Третьи ученые занимались языкознанием, потому что по Паули еще не совсем было понятно, на каком языке говорит тот или иной народ. Потом многие художники делали зарисовки, которые старались максимально точно спросить. То есть вот этот коллектив, он и родил, если так можно сказать, вот этот вот альбом. Объемный том большого формата, состоящий из предисловия, этнографических очерков с подробным описанием быта того или иного народа, иллюстрации, этнографической карты и таблиц численности населения по губерниям. Между тем книга могла и не выйти, если бы не счастливые обстоятельства. Ученые закончили работу по подготовке альбома как раз к празднованию Тысячелетия России. Император Александр II, он увидев в черновике этот альбом, понял, что эта книга нужна для нашей страны, во-первых, для представительских целей, чтобы можно было показать, что Россия – это империя, которая не только, скажем, захватывает территории, но и осваивает эти территории, а во-вторых, для того, чтобы русские люди прониклись уважением к той стране, в которой они проживают, оценили ее масштабы. И вот в результате всего этого император дал распоряжение издать книгу за казенный счет. Рисунки для книги делались с натуры, а позже были изданы цветными в технике литографии. На этих картинках полно и точно запечатлены костюмы и быт жителей России середины XIX века. Под каждой гравюрой можно найти и сведения о художниках и граверах, среди которых есть и известные имена – Гун, Павлов, Карпов, Виаль. В библиотеке князей Лисуковых в их имении в Архангельском, это имение под Москвой, как раз такая книга сохранилась. И вот наши коллеги из этого музея провели очень такую серьезную, ковропотливую работу. Они эти иллюстрации отцифровали, они их привели, необходимые виды сделали так, чтобы их иллюстрации были практически по свету сходны с теми литографиями, которые были в этом альбоме в XIX веке. Ну и подготовили их к экспонированию и предоставили Рязанскому музею-заповеднику для того, чтобы мы могли показать это рязанцам и гостям нашего города. Стоит отметить, что исследования, проведенные свыше века назад, до сих пор не утратили своей актуальности. Я, может быть, возьму на себя некоторую смелость, но скажу, что эта книга представляет себя и в наше время представляет себя научную ценность, поскольку многие моменты, которые здесь отражены, они уже исчезли. То есть их воочию видеть нельзя. Только вот эти иллюстрации, насколько они точны, и текст, насколько он тоже точен, они позволяют эти моменты нам отследить там и узнать об этом. Хрестоматийный свод изображений народа в Великой Империи посетители Рязанского Кремля смогут увидеть до 23 февраля. В творческих кругах Рязани Марину Еврагину узнают как художника по народной вышибке. И мало кто знаком с ней, как с живописцем. В художественном салоне на Старом Перекрестке сегодня вам предлагают посмотреть на ее акварели. Чем примечательна акварельная живопись? Прежде всего, ощущением невесомости, легкости, воздушности изображения. Картины, написанные акварелью, получаются настолько утонченными, что невольно при созерцании такой живописи становится чуть спокойнее на душе, и расслабленная, умиротворенная улыбка появляется на лице зрителя. Такие чувства вызывают и акварели Марины Ибрагимовой. На этой выставке представлены в основном акварель, акварель цветов, акварель наших улочек рязанских, и масло, тюды, улочек наших. Несколько зарисовок горпарка. Ну и тюды по Италии, акварели зеленые. Так что приходите, будем рады видеть вас на выставке. Любимая тема художницы – цветы. Недолговечную, хрупкую, но живую красоту цветов можно изображать бесконечно, во всем многообразии, и источник вдохновения никогда не иссякнет. На выставке можно видеть и изображенные Мариной рязанские городские пейзажи и итальянские миниатюры, которые родились после того, как художница побывала в Италии. Эта прекрасная страна не оставила Марину равнодушной. Каждый художник все-таки по-своему передает какой-то, например, тот же букетик, можно его по-разному изобразить и с разным настроением. Поэтому интерес никогда не угаснет. И сейчас стараются художники какой-то пейзаж или какой-то даже дом или что-то предмет изобразить интересно. Творчеством Марина Ибрагимова занимается больше 25 лет. Как Вареля пришла 15 лет назад. Кроме того, она работает преподавателем и верстает книги. Марина молодец. Она очень трудоспособная. Я удивляюсь, как она находит время между внуками, работой, кастрюльками. Находит время творить. Это очень ценно для женщины оторваться от всех мирских забот. Хотим пожелать ей успехов, художских удач. Выставка «Романтика цвета» продлится до 18 февраля в художественной галерее на Старом Перекрестке. Инна Сергея Андреяки хорошо известна рязанцам. Его персональные выставки всегда пользовались неизменным успехом. На этот раз в художественном музее открылась очередная экспозиция акварелей художника. Один из ведущих современных мастеров классической многослойной акварельной живописи Сергей Андреяка давно завоевал признание любителей искусства, в том числе и в нашем городе. В очередной раз в художественном музее можно увидеть около полусотни акварелей последних лет. Здесь представлены и пейзажи, и натюрморты, и портреты. Я с особым чувством открываю сегодня эту выставку. На самом деле школу акварели Сергея Андреяки и наш музей связывают уже многолетние дружбы, сотрудничества. Музей показывал свои экспозиции в залах, школы акварели, и уже теперь академия. Это вновь построено в здании академии акварели и искусств Сергея Андреяки. И мы неоднократно показывали работу самого художника и преподавателей его школы в залах нашего музея. И неизменно выставки художника пользовались большим успехом у рязанской публики. Сергей Андреяки не только сам пишет картины, он делится своим мастерством. Основатель и руководитель школы акварели в Москве он разработал особую методику обучения взрослых и детей профессиональным основам академического рисунка. Совсем недавно музей демонстрировал свою коллекцию коллекцию грамюр Ивана Петровича пожалуйста на стенах академии акварели. Это замечательные залы. Вообще нужно отдать должное конечно Сергею Николаевичу это не только замечательный художник а великолепный организатор педагог который сумел так поставить работу своей школы что там не просто идет обучение а там существует музей который формирует свою коллекцию там замечательные выставочные залы которые знакомят жителей Москвы с коллекциями. Школа акварели Сергея Андреяки и Рязанский художественный музей уже неоднократно обменивались выставками. В этот раз на суд зрителей снова предлагается не просто экспозиция но целый проект. Эта выставка общая но состоит из трех разных в общем-то экспозиций. Первое произведение самого Сергея Николаевича Андреяки народного художника академика имя это многим из вас хорошо знакомо открывается у нас в музее. Вторая выставка которая сегодня же открывается в Солочи в отделе музея до музея Пожалуйста это выставка из фондов Академии произведения живописи Геннадия Проваторова. И третья выставка из этой же серии из этого цикла открывается 29 января в отделе нашего музея Виктора Иванов и земля Рязанская. Видимо традиция сотрудничества и обмена со школой Андреяки заложенная музеем много лет назад совсем укоренилась в нашем городе. Я очень рада видеть что сегодня так много людей несмотря на мороз все-таки пришли на открытие этой выставки видимо само имя Сергея Андреяки все-таки уже играет свою роль и люди знают этого художника и хотят встретиться с его творчеством еще и еще раз. Акварели мастера и его учеников до 16 марта можно увидеть в трех выставочных залах города в художественном музее в галерее Виктора Иванов и земля Рязанская а также в доме музея Пожалостина в Солодче. Надо сказать любителям хорошей музыки в нашем городе скучать не приходится только за последнее время на разных площадках можно было услышать Шевчука Зимфиру Сплин Би-2 А визите еще одной легенды отечественного рока расскажем в следующем сюжете Вячеслав Бутусов и его команда представили зрителям филармонии программу 30 лет под водой посвященную юбилею группы За 30 лет существования Наутилов стал кумиром людей разных возрастов профессий и социальных статусов Среди тех кто пришел на концерт и совсем юные и уже взрослые люди мужчины в деловых костюмах и девушки неформальной внешности Кто-то пришел с друзьями кто-то один а кто-то собрался на выступление всей семьей Зал забитый до отказа подпевающие каждой песне зрители лучшее подтверждение популярности группы Одинокая птица Перетишутся Ковы Процитого Мнеда Без лунных Ночей Повергают В смятенье Протягают Собак Красотой Размахом Крылок И в плечи Одинокая птица Титаник Бриллиантовые Дороги Дыхание Скованное Одной цепью С каждой песней Наутилус Все больше Владел залом Зрители В один голос Подпевали легендарным Композициям Некоторые из Исполненных песен Стали популярны После выхода Фильма Алексея Балабанова Брат Поэтому на заднем Плане сцены Показывали кадры Из этого фильма Парни Спрещай Прогулка В парке Без долга Может Стать тебе Слишком Дорого Мать Учит На Изу Пусть Теремона Буря Когда Игорь Дома Слишком Долго С приветом Из северной Столицы В окончании Концерта Бутусов Исполнил Две песни Легендарной Группы Кино Кстати Соло-гитарист Наутилуса Бывший гитарист Кино Юрий Каспарян Ну а на этом Наша программа Подходит к концу Увидимся с вами Ровно через неделю В калейдоскопе новых Интересных событий До встречи Подчеркнуть красоту Сохранить молодость Помогут вам Мастера маникюра И педикюра Парикмахеры Специалисты массажа И косметологии С медицинским образованием Салон красоты Белая зависть Звоните 46-49-30 Редактор субтитров А.Семкин